Приглашение принято участие в сегодняшнем мероприятии. Я хотел бы объяснить, что мы делаем сегодня на Дальнем Востоке, чем мы руководствуемся и с чего исходим. Во-первых, мы считаем, что лучшая экономическая политика развития Дальнего Востока это отделить политику от экономики. Мы занимаемся экономикой. Минвосток развития это федеральный орган исполнительной власти, которая занимается работой с инвесторами и работой по привлечению прямых инвестиций на Дальний Восток, в том числе прямых иностранных инвестиций. Проводя эту работу, мы исходим из того, чтобы привлечь инвестора, нужно не рассказывать о нашем большом потенциале, я думаю, он хорошо известен. На протяжении многих лет, десятилетий об этом потенциале много сказано уже. С инвестором мы хотим предложить инвестору продукты, те продукты, которые позволят ему выгодно и безопасно, успешно делать бизнес на Дальнем Востоке России. Некоторые из этих продуктов уже готовы. Какие? Первое. Это территория опережающего развития. Новый тип свободных экономических зон, они по-разному называются в мире, мы приняли решение о таком названии. Но смысл того, что стоит за этим названием, смысл этого продукта состоит в том, чтобы низить риски и увеличить доходность инвестора, который приходит и инвестирует на Дальний Восток. Как мы... за счет чего эта доходность увеличивается? В течение первых пяти лет инвестор не будет платить налог на землю, налог на имущество. В течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли он не будет платить налог на прибыль. А у него, у инвестора будет нулевые ввозные и вывозные таможенные пошлины. А нулевой МДС на импорт для переработки. Вместо страховых взносов 30% в течение 10 лет инвестор будет платить страховые взносы, или иногда это еще называется в других странах социальный налог, это от заработной платы взносы. Вместо 30% 7,6% в течение 10 лет, как я сказал. Это льготное, комфортное получение земли и инфраструктуры. Это ускоренный порядок возврата МДС-экспортера. Это все то, что увеличивает доходность инвестиций. Мы снижаем риски инвестирования. В каким образом? Любая проверка резидента территории опережающего развития будет проходить, неважно, плановая это проверка, либо внеплановая проверка со стороны надзорных органов, только с согласием Министерства по развитию дальнего ВАКСОКа. Таким образом, мы можем предложить любому резиденту ТОРО сервис суверенного защитника. У нас в России была такая практика. Когда проверки малого бизнеса, в отношении проверок малого бизнеса, был установлен фильтр прокуратуры, проверки снизили кратно, по сравнению с тем, сколько было до этого фильтра. Могу сказать твердо, что на любую проверку мы будем смотреть глазами интересов развития территории, глазами интересов экономического развития. И могу с большой уверенностью спрогнозировать, что количество таких проверок сильно уменьшится. Кроме того, для того, чтобы снизить риски инвесторам, мы предлагаем сервис одного окна, когда все сопровождение инвесторного проекта, обеспечение его старта и практической реализации, осуществляется фактически в режиме одной проектной команды с инвестором. Соответствующими полномочиями в силу закона наделяется управляющая компания территория ближайшего развития. Мы даем инвестору готовую, созданную за государственный счет инфраструктуру. Мы предоставляем режим свободной таможенной зоны, упрощаем государственный контроль и по целому ряду административных процедур, напрямую в силу соответствующего закона, упрощаем эти административные процедуры, увеличиваем, кардинально увеличиваем скорость их прохождения. Вот и все это вместе. Фактически в этом и состоит смысл такого продукта для инвесторов.